Ребята, у нас сегодня такая с вами интересная тема. Как продакту работать в стартапе, как там вообще расти и развиваться. И давайте для начала познакомимся. Меня зовут Полина Апарина. Я вообще уже больше десяти лет занимаюсь развитием всяких разных IT-продуктов. Я начинала свою карьеру как разработчик, но потом стал проект-менеджером и в итоге уже привела продукт. Здесь на слайде есть некоторые компании, в которых я работала. Здесь как большие компании, такие как Rambler & Co, так и маленькие компании, стартапы, которые потом купили большие компании, типа Сбербанка, и маленькие компании внутри компании, как Aviasales. Travelpayout — это такой стартап внутри компании Aviasales. В принципе, Aviasales сам-то по себе не очень большой. У нас там сейчас порядка 300 сотрудников, но вот Travelpayout — это такой отдельный бизнес-юнит из 50 человек, который направлен совсем на другой рынок и, на самом деле, делает совсем другой продукт. Поэтому я даже не люблю подписываться, что я из Aviasales, просто потому что мне тогда все начинают спрашивать про фичи Aviasales. А я как бы на них не очень-то и влияю, потому что другой продукт делаю. И отдельно хочу еще выделить компанию Typical. Typical — это HR-компания, которая занимается не только наймом и рекрутментом, но и всякими другими вещами. Но конкретно я в Typical собеседу продукт-менеджеров и провожу такое очень подробное scoring-интервью, в котором мы определяем hard-скиллы, soft-скиллы, запрос человека, культуру, и можем уже понять, куда этот человек подойдет. И на этих интервью я в том числе очень часто задаю вопрос, а почему вы решили уйти из прошлой работы? И вот в продуктах, в стартапах там прям боль, что с ростом. И почему мне вообще захотелось на эту тему сегодня поговорить? Ну, во-первых, я собственный опыт как-то отрефлексировала. Мне вообще кажется, что карьера — это такая очень важная часть жизни, важная часть нашей самореализации, и от нее сильно зависит, как мы ощущаем качество своей жизни и как мы себя чувствуем. И, во-вторых, я заметила, что такая проблема с ростом, в стартапах, она вообще есть у многих продукт-менеджеров. Я это заметила, собеседую ребят в Typical, собеседую ребят в своей команде. И в целом, ну, как бы хочется помочь как-то тем, кто чувствует, что он застрял. Сегодня будут как практические советы, так и просто некоторые выводы, которые, возможно, натолкнут вас на какие-то мысли, если вот вы считаете, что те, кто застрял, — это вы. Ну, что мы сегодня обсудим? Ну, мы, во-первых, поговорим, какие роли вообще бывают продукты в стартапах, как бы это не что-то одно. То есть стартапы бывают разные, и продукты там разные. В каких направлениях вообще можно развиваться в стартапе, как это лучше делать? Почему вообще так бывает, что расти не получается? Какие ограничения накладывает вот стартап на ваш рост? И завершим тем, как составить свой личный план развития и взять на себя ответственность за свое развитие, если никто другой вам этот план не диктует. Вот, начнем с первого пункта. Какие роли бывают продукты в стартапах? Я хочу тут такую подводочку сделать сначала, чего вообще эта роль зависит. Но роль зависит от размера компании. Понятное дело, что там, когда стартап 5 человек, это одна роль. Когда компания уже 20 человек, это совершенно другая роль. Стартапы бывают и по 100, и по 150 человек. Там уже какая-то другая структура выстраивается. Важны другие компетенции. У вас меняется зона ответственности, меняется круг людей, с которыми вы взаимодействуете. Зависит от стадии развития продукта. Например, возьмем две крайности. Крайность номер один – это продукт, которого нет, и вам нужно, собственно, определить потребность. Вам нужно запустить MVP и провалитизировать основные гипотезы. Это там гипотезу ценностей и гипотезу роста. И другая крайность – это уже довольно зрелый продукт. Компания при этом все еще может быть стартапом, но это уже может быть продукт, у которого есть какой-то легоси, может быть продукт, у которого достаточно много трафика, и вы можете вполне там заниматься улучшением каких-то микроконверсий, и у вас может быть довольно много стейкхолдеров. В случае, когда вы продукт только запускаете, там очень важно, чтобы вы мыслили проверкой гипотез, и очень важно, чтобы вы были таким дженералистом, который может делать, в принципе, все. Пойти там и по бездевить, и продать, и маркетинг продумать. Это важно, поэтому это совершенно разные роли. Зависит от CEO и founder. На самом деле, в стартапе культура и все, что происходит, оно очень сильно идет от CEO. Когда компания становится большой, там уже эта роль, она размывается, и там появляются другие влияния. А вот в стартапе это прям супер важно. И на самом деле, ваша роль будет такой, как ее определить CEO, как ему удобно. То есть, ну, он все равно ищет человека под себя и хочет загрузить на человека какой-то определенный пласт задач, который он готов делегировать. Иногда, например, бывает, что основатель или CEO ищет продукта, но на самом деле он не готов делегировать продукт. И вот это очень важно уметь понимать на собеседованиях, чтобы потом ваши ожидания не разбились. Вы приходите к продуктам, а будете просто экзекьютить визжен. Зависит от инвесторов. Я приведу даже два примера. В первом случае вы взяли, допустим, деньги от ренчерных капиталистов. Там ребята понимают, что такое продукт. И в целом они будут готовы вам отдавать работу над продуктовой стратегией. Они будут понимать, что вы тестируете гипотезы. И там будет какое-то взаимодействие с ними больше по финансовым показателям. Продукт просто будет оставаться у вас. Но если, допустим, вы взяли деньги у банка или банк купил какую-то большую долю компании, то в тот момент, когда банк вспомнит на каком-то SD, что он вас купил, они могут начать экзекьютить ту стратегию, ради которой они, собственно, вас купили. И часто это даже не только на уровне каких-то больших целей. Это может спускаться даже до уровня конкретных фич. То есть могут быть некие топ-даун истории, когда вам спускают то, что вы просто должны имплементировать определенную функциональность или там синтегрироваться с чем-то. И тут тоже, ну, в общем, роль продукта, она как бы такая становится больше продуктовая. И не всем продуктам это нравится. Поэтому тоже очень важно понимать, от кого, собственно, деньги. Ну и, конечно, все зависит очень сильно от вас. Зависит от уровня ваших компетенций, от уровня ваших амбиций, от того, как вы себя поставите, как вы будете коммуницировать, как вы будете озвучивать эти свои амбиции. И, в общем, все в ваших руках, но с учетом некоторых еще внешних факторов. Итак, как бы я вот классифицировала роли. Первая роль — это product-project. И она обычно случается, да, либо если есть какой-то очень крупный стейкхолдер, там, в виде банка, например, либо когда CEO не готов диригировать продукт. Ну, бывают такие маленькие стартапы, вот, которые развиваются. По сути, CEO там является единственным продуктом, единственным таким бизионером. У него очень сильный вижен. Это может быть какая-то такая нишевая история. То есть CEO долго крутился в определенную нишу, увидел там проблему, придумал, как ее решить, сделал компанию и, в общем, долго был там таким единственным бизионером. В какой-то момент компания начинает расти. У него растет объем операционки, и он уже просто не может управлять разработкой и продуктом. Он нанимает продакт-менеджера, но при этом все равно не готов диригировать вот эту историю с видением, историю с, там, проверкой гипотез. И, по сути, продакт, он больше executed vision, но не является в полной мере владельцем бэклога и не определяет приоритеты в этом бэклоге. Ну, это, в принципе, ну, как бы кому-то такая роль подходит, и в какой-то момент там с CEO тоже можно работать, можно про это говорить, чтобы человек постепенно это отпускал, и вы больше и больше забирали себе продукты. То есть это не приговор. Но у многих это не получается, и они застревают в роли такого продукта-продекта и потом такие очень страдают от того, что они не растут. Есть роль вот продукта-лончера. Это история, когда там стартап очень маленький. И, как правило, таких продуктов ищут CEO, которые, на самом деле, уже делали много стартапов. Это их не первый стартап. Они параллельно могут быть, там, на самом деле, топ-менеджерами и реакционерами в какой-то другой компании. А тут просто у них есть клевая идея, но своими руками они ее делать не будут. И они уже понимают, что вот они хотят нанять синьор человека, который сейчас все это провалидирует, там, сделает MVP-шку, запустит. Вот они будут его как бы направлять и больше с ним как-то по-партнерски синхронизироваться, а не в порядке, когда я говорю тебе, делай вот это. И есть еще такая интересная штука, которую можно назвать мини-сио. У нас сразу появилась, в принципе, такая похожая структура. Мы слишком маленькие, чтобы вводить внутри какую-то матрицу. Ну, то есть, когда у инженеров там есть еще какой-то над ними линейный руководитель, или есть еще продакт, который там что-то занимает у кого-то ресурсы. И у нас поэтому продакт и есть команда. Продакт полностью владеет этим ресурсом. И он, в принципе, туда может нанимать кого хочет. Он может нанимать не только разработчиков. Если он понимает, что ему нужен там маркетолог или технический аккаунт-менеджер, или просто аккаунт-менеджер, в принципе, может этого человека либо под себя нанять, ну, либо как-то договориться с маркетингом, что он будет, в общем, занимать эти ресурсы. И вот продакт полностью отвечает там и за people-менеджмент, и за бюджет этой команды. Ну, и в целом волен делать все, что он хочет. То, что соответствует, ну, целям его направления. И цель направления тоже продакт-менеджер определяет. Вот. И репортишь, соответственно, уже сио. Но разница только в том, что сио, который главный, он отвечает за всю компанию, а ты вот как бы в своем направлении там рулишь. Ну, и вот первая мысль, которая хочу донести, очень важная. До начала поиска постарайтесь понять, какую роль вы вообще хотите, в какой роли вам будет комфортно, и какую роль вы точно не хотите. И когда вы придете на интервью, вам нужно как-то понять, о какой роли вы сейчас договариваетесь. Чтобы это понять, нужно задавать правильные вопросы. Ну, все вопросы на интервью — это суперважно. То есть, ну, во-первых, это позволяет вам как-то от глубины этих вопросов зависит то впечатление, которое вы оставляете для компании. Ну, и плюс вы можете откалибровать и понять, стоит ли вам вообще идти работать в эту компанию. Вот тут будет сейчас несколько вопросов. Мы, к сожалению, не успеем на них, на всех подробно остановиться и разобрать, а что конкретно этот вопрос позволяет понять. Но я предлагаю вам это упражнение проделать самостоятельно. Я сейчас эти вопросы будут появляться, а вы, по мере того, как они появляетесь, можете, в общем, подумать, а что этот вопрос проверяет, а самые активные могут даже писать в чат. Вот, например, вопрос, а сколько сейчас компаний, продуктовок команд и сколько планируется? Как вы думаете, что этот вопрос позволяет понять? Или как ты видишь... Вопрос к SEO, как ты видишь мои цели на 3, 6, 12 месяцев? Ну, тут подсказку нужно обращать внимание на то, как SEO их формулирует. Формулирует он их как-то проектно, или он вам предлагает сказать, что, смотри, как бы у бизнеса сейчас глобально вот такая задача, тебе нужно будет определить, там, продуктовые цели, там, какие-то продуктовые KPI, и их достигать. Ну, смотрите, какими категориями мыслит человек. Можно спрашивать про взаимодействие. Как ты видишь идеальное взаимодействие продукты и SEO? Расскажи, как это происходит сейчас. Про KPI. Вопрос про KPI сам по себе. Его лучше, наверное, не сдавать в формате KPI, а лучше в завуалированном формате, например, как ты понимаешь, что продукты реформят хорошо. То есть то, что KPI, как правило, таких формальных компаний может не быть, но вам очень важно здесь откалибровать и понять, а что значит хорошо в этой компании, кто молодец. Как в компании происходит работа на продуктовой стратегии? Тоже очень важный вопрос. Вы тут можете понять, будете вы на нее влиять или нет, или она будет там просто сверху приходить. Ну и вопрос про инвестиции. Тут понятно, как это влияет. Я вам уже приводила здесь конкретный пример. Ну и теперь, собственно, основное. Переходим про рост. Как вообще можно расти? Ну, во-первых, можно тренировать харти-софт-скиллс. Даже если это не повышает в моменте вашу зарплату, даже если вы там не растете по грейду, вы растите свою так называемую капитализацию. И в какой-то момент это конвертируется все равно все и в грейды, и в деньги, а может быть даже свое что-нибудь запустите, если вы тренируете необходимые скиллы, в общем, найдете классную идею и не затупите. Как бы тут нужно обращать внимание на задачи. Ну, то есть спрашивайте, что конкретно будете делать, пытайтесь думать, какие скиллы вы там можете натренировать, и так это потом отразится на вашей капитализации. Можно повышать уровень компенсации. Ну, то есть тут наступает на тот момент, особенно у синиров, когда, в принципе, уже все скиллы на таком уровне хорошем находятся, и те задачи, которые вы для бизнеса решаете, они особо уже вас не накачивают. Но, тем не менее, вы можете становиться очень ценными специалистами для компании, и зарплата ваша может расти как в одной компании, так и при переходе в другую компанию. Можно повышать грейд. Ну, как бы в каких-то компаниях есть грейды, а в каких-то компаниях нет. Компании тоже растут, иногда грейдов не было, потом они появились, и там народу стало больше, понадобился какой-нибудь head of product, и вот вы можете быть тем человеком, если хорошо себя проявите, и сможете презентовать это так, чтобы CEO это считал. Какие частые заблуждения? Ну, у джунов есть заблуждение, что в стартапе быстро прокачаются скиллы, и всему научусь. И вот я бы сказала, что в случае для джунов это неверно, потому что вы всему научитесь как бы неправильно. У вас все будет из рук валиться, вы будете делать очень много ошибок, но вы будете даже не понимать, что вы сейчас укорочите ошибки, делайте, и некому будет вам совершенно вам на это указать. Все-таки джунам я бы рекомендовала идти куда-то, где есть человек в вашей профессии, который может быть частично вашим ментором, и подсказать, а как правильно, а где про это почитать, и отрефлексировать какой-то ваш опыт, потому что на уровне джуниора вы сами этого сделать еще не в состоянии, вам нужен ментор. Дальше. Middle. В стартапе... В заблуждении мидла. В стартапе я научусь работать с гипотетами, и вот оно верно, если вы попадаете в ту культуру и в ту стадию продукта, где действительно эта работа с гипотезами идет, но если вы попадаете к CEO, который не готов вам диригировать продукт и ищет скорее проекты, чем продукты, ни с какими гипотезами вы здесь не научитесь работать, и, возможно, даже не продадите этому CEO историю про то, что это необходимо делать. То есть CEO бывают очень разные, и, как правило, люди топ-менеджеры, они вообще, в принципе, все с углами, и с ними нужно уметь коммуницировать, нужно уметь находить аргументы, нужно уметь как-то доказывать свое мнение, вот, и у мидлов, не у всех это еще хорошо получается, и из-за этого многие в стартапе совсем не учатся работать с гипотезами. Ну, у синеров бывает такая штука, что они думают, что я приду первым продуктом и стану в CEO, когда все разрастется. И вот этот момент про все разрастется, он, в общем, может, на самом деле довольно долго не происходить. Ну, то есть у бизнесов, бизнес может при этом расти, точки роста могут быть совершенно в разных местах, просто не всегда точки роста сопряжены с тем, чтобы городить еще какие-то новые команды в продукте. И вот может все вырастет до того, что 3-4 команды, допустим, продуктовые, и при этом, ну, как бы, CEO вполне справляется с people management, ему удобно, что все эти, там, 3-4 продукта репортят ему, он не видит необходимости ставить над ними какого-то еще там хода, вот, а больше продуктовых команд пока не планируется, потому что точка роста, например, лежит не в том, чтобы инвестировать больше в продукты, а чтобы инвестировать в маркетинг или инвестировать в продажи, вот, или там расширять, расти как бы операционно просто, бывают очень операционные бизнесы, поэтому, ну, как бы, это может быть верно, а может быть неверно, в случае, если срабатывают вот такие вот риски, внешние факторы, про которые я сейчас сказала. Ну, и тут просто как синьор вы должны понимать, а вы, собственно, ну, как бы нужен вам этот рост в CEO или нет, или вы, может быть, и так счастливы и довольны, вы занимаетесь продуктом, который вам очень нравится, вам нравится, как этот продукт влияет на мир, какую конкретную проблему он решает, у вас там, может быть, растет зарплата при этом, вот, как-то вы договариваетесь со своим CEO, и просто вы должны понять, что вертикальный рост, да, он вот у вас не случится, просто из-за того, что структура плоская, и она будет такой еще какое-то время, вот. Ну, и, в принципе, заблуждение всех, если я буду хорошо работать, руководитель сам мне будет повышать зарплату, но это, короче, никогда не происходит, но я сама являюсь руководителем тоже людей, у меня есть подчиненные, и, да, как бы некоторым я повышала зарплату сама, вот, но обычно все-таки инициатива происходит от работника, и пока он об этом не заявляет, то руководитель может ей тоже ничего не сказать. И вот у детей, наверное, какая-то болезненная история с этим, как говорить вообще о повышении зарплата, ну, то есть первое, про что я бы хотела сказать, то есть это прям нормально, говорить о том, что, ну, как бы вам нужно платить уже больше, вы стоите больше, но очень важно при этом приводить аргументы. И вот я сейчас тут собрала какие-то аргументы, которые работают именно с ребятами типа CEO, то есть они просто не думают такими категориями, что у вас вырос скилл, допустим, исследований, да, они вообще не знают всю эту матрицу скиллов часто, продуктов, то есть это знают CPO, это знают там ребята, которые сами, ну, как бы, там, senior product, head of product, ну, кто собеседует продуктов, вот я, например, знаю, а CEO, как бы, они это не знают, но это не нужно, они мыслят все, короче, достижениями и ценностью для бизнеса. И когда вы идете и говорите, что вам, ну, нужно платить больше, вы должны приводить примеры, что вы приносите, ну, короче, бизнесу деньги, что, вот, и будете приносить еще больше. И вот тут надо оперировать именно достижениями, желательно прям цифрами, желательно тем, вот, как все это повлияло на бизнес. Очень влияет еще про зону ответственности. То есть зона ответственности может меняться по мере того, как вы в компании находитесь, вы могли приходить на одну роль, постепенно вы приобрели больше экспертизы и больше начинаете уже у тебя зону ответственности поджимать, и ценности для компании тоже увеличиваются. Вот, вы прям говорите, что вот я пришел, я делал только вот это, а потом, как бы, у меня добавились еще вот эти, вот эти, вот эти обязанности, зарплата моя не изменилась. Поэтому, ну, как бы, я считаю, что мне нужно уже платить больше. Выпишите вот эти конкретные обязанности, которые добавились, и говорите очень конкретными вещами. Можете привести пример, как изменилась рыночная зарплата. Сейчас многие делают исследования, там, Нью-Йор постоянно делает исследования, на них тоже можно ссылаться, они, в принципе, довольно адекватные. Ну, и говорите просто первым, не ждите, пока вам что-то принесут. Это вообще не работает, особенно с СИО. Ну, и последнее у меня тут буквально парочка слайдов, перед тем, как мы перейдем к вопросам. То есть, про то, как вообще понять, куда расти, и как себе этот план составить. Вы должны действовать так же, как вы поступаете с продуктом. Типа, где вы сейчас, куда вы хотите прийти, какие шаги нужно сделать. Вот вы задайте себе вопрос, который часто задают на собеседованиях. Куда вы вообще хотите прийти через 3-5 лет? Только вам не нужно здесь пытаться угодить этим ответом какой-то компании. Ответьте себе просто честно. Вы от этой точки, где сейчас, где хотите быть, там, 3 года спустя, 5 лет спустя. И, исходя из этого, поймите, а какой следующий шаг, а в чем для вас рост на данном этапе заключается. А дальше подумайте, вот с учетом всего того, что мы проговорили там про роли, про компании, а возможен ли вообще тот рост, который вы хотите, в вашей компании? И зачем эта компания? Потому что ваш план развития, он всегда лежит где-то на стыке ваших амбиций и целей бизнеса. Вам, по сути, нужно понять, куда вы хотите прийти, какой следующий шаг, с помощью каких проектов вы могли бы туда прийти, каких компетенций, и какие конкретные задачи внутри вашей компании могут помочь вам, в общем, прокачать необходимые вам компетенции, получить нужные кейсы в портфолио или что-то еще. То есть, в целом, есть люди, которые, наверное, могли бы с вами индивидуально это проработать, эти так называемые карьерные консультации, они примерно, ну, как бы то же самое и делали. Но если вы не хотите брать карьерную консультацию, вы можете самостоятельно сделать упражнение и вот найти какие-то классные задачи на стыке вашего индивидуального, индивидуальных амбиций и целей бизнеса. Предложите их CEO, и он обязательно согласится, я думаю, записать это в ваши личные цели. И на основании этого вы даже можете попросить потом себе промоушен или повышение зарплаты. Вот, собственно, все. Я очень старалась успеть в 20 минут, чтобы у нас осталось время на вопросы. И я надеюсь, что они у вас есть. Да, Полина, прекрасно. Спасибо большое. Коллеги, поднимайте ручки, спрашивайте, есть ли вопросы. У меня есть вопросы, ты такой, наверное, даже личный. Многие сравнивают стартап, корпорацию, там, виду, большую, третью, неважно. Вот в твоем понимании, какие преимущества у стартапа перед корпорацией, это, соответственно, какие-то недостатки. Ну, да, я сейчас расскажу, вот, как я для себя это формулирую. Ну, в стартапе, честно говоря, обычно веселее все и динамичнее. Ну, то есть ты быстрее видишь результат своей работы. Ну, то есть у меня, допустим, были там какие-то случаи, когда идея родилась с утра, мы ее бы вечером запустили. И на следующий день, там, без дела уже пошли ее продавать, и мы увидели, там, через пару дней результат вообще работает или нет. Вот. И у тебя очень широкая зона ответственности, ты до всего можешь дотянуться. Ну, то есть у нас, по сути, сейчас, вот, там, в Travel Payout у нас есть CEO, у нас есть, там, несколько руководителей продуктовых команд, руководителей без дела, маркетинга, саппорта. И это вот, типа, там, семь человек, которые определяют всю стратегию бизнеса. То есть это суперинтересно. То есть я, не знаю, в корпорации просто продукт – это совсем другая роль, и ты там вот до уровня стратегии фактически не доходишь. А мне, например, это очень нравится. То есть мне кажется, это суперинтересно, и как будто ты можешь столько всего… Вот мне сам даже процесс нравится, ну и результат. И то есть если ты человек, которому хочется быстро видеть результат, и тебя это супердрайвит, то в корпорации можно загрустить, потому что там как бы от того момента, как тебе пришла идея, и ты ее защитил там перед десятью уровнями всяких разных руководителей, пока она вошла там в какой-нибудь план, то уже пройдет 150 лет, и она уже вообще может стать неактуальным, вот, и уже так тебя не будет драйвить. Но как бы это вот такой, наверное, для меня основной плюс стартапов. Но из минусов, да, там как бы некуда переходить, если, допустим, тебе перестал нравиться твой продукт, или, допустим, ты понимаешь, что ты тут немножко в этой роли уже засиделся, и твои задачи уже стали рутиной, тебе особо некуда прийти. В корпорации ты можешь сказать, что, блин, мне что-то надоел мой продукт, вот, что можно посмотреть? Те, скорее всего, найдут какую-нибудь другую команду, вот, ты там пообщаешься и станешь там заниматься другим продуктом, и можешь оставаться при этом в компании, вот, а у тебя как фактически уже там другая какая-то немножко ветка в карьере начнется. Вот, в стартапах такого нет. Ну, и бывает сложно с CEO тем, кто не умеет. Ну, то есть, у меня тоже не всегда было легко, потому что, ну, особенно, не знаю, в России такие все очень прямолинейные, жесткие, у нас это поощряется в культуре, вот, и как бы, да, и да, и у нас считается, что если ты вот руководитель, ты должен быть таким, и я думаю, что многие даже руководители, они являются заложниками этого образа, они, может, хотели бы быть более, там, поддерживающими, более мягкими, но у нас вот в культуре как-то это противопоставляется. Если ты какой-то такой слишком поддерживающий, ну, значит, какой же ты руководитель, там, слишком мягкий. И вот, и за счет этого ты стрессовый иногда, вот, но так-то нужно искать подход. Я понимаю. У меня вроде получилось. Это круто, круто, что тебе нравится. Такой быстрый вопрос. Сколько длится твой рабочий день? На самом деле, по-разному, по-разному бывает, вот. Когда не было удаленки, и я жила на Пхакете еще, там, кстати, было довольно четко, ну, что, как бы, рабочий день, что ты просто там, рабочий день начинался в 12, чтобы мы были синхронизированы с Паспорой, и получается, что ты с утра занимаешься какими-то своими делами, там, спорт, проекты, ну, короче, что-то еще, а потом приходишь в 12 на работу, ну, и, типа, в принципе, до победного. Вот, вечером все равно на Пхакете делать особо нечего, поэтому там в 9-10 заканчивали, приходили домой, ложились спать, потому что рано встали. И там как-то это было так фиксировано. Когда вот сейчас на удаленке, ну, я решила уехать из Пхакета, на удаленке тяжелее все это менеджерить, но мне кажется, что это связано не с компанией, а там, скорее, с удаленкой. Ну, и я в сауне, короче, не очень страдаю, если мне нужно что-то там, не знаю, отъездить кому-то в чате в выходные, там, или в с утра. Я, короче, это как-то по-другому менеджеру. Ну, то есть, не регламентирован, в общем, день, но мне ок. Продолжение следует...